В Министерстве обороны страны всего 87 высших учебных заведений военной направленности. Туда планируют поступать и выпускники из нашей республики. Как проходят экзамены у будущих военных, расскажет моя коллега Юлия Важенина. Спринт на 100 метров, бег на 3 километра и подтягивания. Так выглядят испытания абитуриентов по физподготовке. Каждая из них выкладывается по полной. Военные вузы берут физически сильных. Абитуриенты уже прошли медкомиссию. Теперь у них всего два дня, чтобы показать, на что они способны. Конкурс вуза Минобороны страны большой. Так, в Краснодарском высшем военном училище на одно место претендуют три человека. Николай Мазяков в числе кандидатов. Прошли испытания замечательно. На мой взгляд, я справился хорошо. Решил стать военным, потому что люди военные – это мужественные люди, решительные люди. Люди, знающие свой долг. В этом году абитуриенты не поехали на контрольные испытания в вузы страны, как это было каждый год. Экзаменаторы сами приехали в регионы. Такое в практике впервые. В нашей республике абитуриентов тестируют представители Михайловской военной артиллерийской академии. Туда ежегодно поступают молодые люди ищу ваши. Благодаря высокому уровню патриотического воспитания в республике, также военно-профессиональной ориентации, которая здесь проводится, большой процент выпускников изъявили желание поступать в вузы. Это порядка 250 человек в этом году, что очень радует. Александр Николаев закончил среднюю школу в Канаше. Сейчас планирует поступать в военную медицинскую академию Санкт-Петербурга. Мне очень понравилась отрасль медицины и с тем положением, которое сейчас происходит в стране. Ну, как бы, я считаю, что я должен помогать людям и лечить их от всяких болезней, потому что мне это нравится. Испытания будущих военных проходят в два этапа. Пока одна группа демонстрирует свою физическую форму, вторая проходит профтестирование. Определяются знания в области математики, русского языка, логичности мышления. Также тесты есть на пространственное восприятие. Что касается личности, то есть определенные, есть ли направленность к девиантному поведению. Насколько абитуриент мотивирован на дальнейшую службу вооруженных сил Российской Федерации. Итоги испытаний отправляются в сами вузы и уже там идет обработка работ. Приемная комиссия на местах принимает решение, зачислен кандидат или нет. Результаты экзаменов станут известны 10 августа. А уже с 15-го для будущих военных начнется общевойсковая подготовка. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика.